Что может помешать конструктивным переговорам? Что может помешать конструктивным переговорам? Значит, есть пять препятствий на пути к позитивному результату. И если вы хотите быть хорошим, профессиональным, не будем говорить, опытным переговорщиком, специалистом по продажам, то вы должны это учитывать. Потому что если мы понимаем, какие препятствия нас ждут, мы можем с ними работать. Если не понимаем, мы будем ударяться о них, возможно, проламывать что-то там, где проламывать не нужно, тратить множество энергии, и в конечном итоге у нас появятся удобные и неудобные клиенты, любимые и нелюбимые продукты, и мы будем искать то место, где нам легко, вместо того, чтобы установить ситуацию, что наше место там, где мы находимся. Итак, первое препятствие — это ваши боевые рефлексы. Дело в том, что каждый человек имеет какую-то защитную схему, какие-то механизмы, которые так или иначе помогают ему бороться с окружающей действительностью, когда эта самая действительность идет на него в атаку. Либо он нападает в ответ, либо поддается. Это два рефлекса. Других методов реакции на ситуацию у человека на рефлекторном уровне, на инстинктивном уровне не существует. И когда мы на переговорах сталкиваемся с какими-то препятствиями, а мы всегда сталкиваемся на переговорах с препятствиями, та самая овца не хочет идти туда, куда мы хотим, да, что же нам делать, то реагируем мы на это по-разному, и зачастую мы реагируем не так, как нужно, а так, как хочется. И более того, иногда считаем, что это естественно. Так вот, я советую запомнить, что естественно и правильно, абсолютно разные состояния, и естественное поведение врага профессионального переговорщика. Точнее, надо уметь вести себя естественно, но нельзя идти на поводу у естественности, потому что на поводу вы либо в случае возникновения препятствия, либо начнете его атаковать, либо начнете ему поддаваться. Встретив давление со стороны партнера, встретив какие-то возражения, встретив иногда какую-то не очень честную игру, вы вместо того, чтобы вести себя конструктивно, будете себя вести рефлекторно. Следовательно, либо поддадитесь нажиму, либо вступите в ссору с человеком, да, устроите конфликт. Поэтому, как совет, держите на поводу ваши боевые рефлексы. Кстати, советую сделать для себя вывод. Вы скорее атакуете проблему, или скорее предпочитаете от проблемы изящно уклониться, да, выполнить маневр отхода, искусство тая-собаки, родина каратэ, да. Вот, подумайте о себе, какой у вас главный боевой рефлекс, как вы решаете атаку, да, что вы делаете, когда полагаете, что сталкиваетесь с опасностью, с атакой против вас. Дело в том, что, понимая свой базовый вот этот способ, его можно взять под контроль и не сделать то, что хочется, а подумать, а насколько в данной ситуации это будет правильно. Вторая проблема, с которой вам очень возможно предстоит столкнуться, это эмоции клиента. Ну, как говорят, партнер по переговорам тоже человек, ничто человеческое ему не чуждо. И, собственно, у него могут быть собственные эмоции. Он может в ряде случаев чувствовать какое-то беспокойство, предвидеть какое-то опасное заключение сделки с вами, может быть, испытывать недоверие к вам. Возможно, что клиент проявит эти эмоции в той форме, которая вам покажется не очень правильной. В чем тут проблема? Никогда нельзя лишать человека права, ну, если вам от него что-то нужно, конечно, проявить свои эмоции. Никогда не надо, ну, для конструктивных переговоров жестких другая ситуация, никогда не надо заставлять человека испытывать стыд за его эмоции. Лучшая позиция профессионального переговорщика, он принимает эмоции клиента как должное. И в ряде случаев, ну, в общем, просто не реагирует на них, обращаясь к сути вопроса. То есть он своим поведением как бы демпфирует клиента, так, не то чтобы успокаивает, но ведет себя внутри амплитуды. Да, вот клиент как бы, у клиента есть какая-то амплитуда поведения, профессиональный переговорщик когда держится близко к этой амплитуде, но так не очень близко, да, он всегда ведет себя внутри. То есть он менее эмоционален, чем клиент. Потому что если два человека еще будут поливать друг друга из ведра эмоциями, то ничего хорошего у нас не получится. Будет война в Крыму, все в дыму и ничего не будет видно. Да, и очень часто, даже в очень серьезных переговорах, переговорщики превращаются, грубо говоря, в двух обезьян, которые швыряют друг друга грязью и осколками бананов, там, шкурками. Конструктивные переговоры заканчиваются, и стороны ищут способ ударить друг друга побольнее, отомстить друг другу. То есть начинается уже совсем непонятная игра вместо конструктивных переговоров. Поэтому уважайте эмоции клиента, будьте к ним достаточно толерантны, снисходительны, и постарайтесь, чтобы эмоции клиента не вызвали вашу агрессию или ваш страх. Да, то есть контролируйте свои боевые рефлексы, не воспринимайте эмоции клиента как агрессию. Ну, разумеется, кроме тех случаев, когда ситуация будет уже совершенно неприемлема не для статуса, но для ситуации, тогда можно, конечно, как-то на это отреагировать. Но этот случай мы будем рассматривать отдельно в третьем модуле «Жесткие переговоры». В обычных же ситуациях даже клиент эмоционален, вам, даже если это кажется неприемлемым, это не повод воспитывать клиента, не повод строить его рядами и колоннами, домшеренгами. Человек имеет право на эмоции. Кроме того, иногда человек, выразивший эмоции, сам стесняется этого, да, вот бывает такое «сорвалось», да, вот человек сам потом испытывает какой-то стыд, может быть, раскаяние, да, и если вы как бы не проявите терпимость к этому, то, возможно, человек сорвет сделку, потому что сам будет стыдиться своих эмоций. Бывает такое, что мы стыдимся контактировать с теми, перед которыми предстали в не очень приглядном виде. Испытываем стыд, стеснение какое-то, недовольство собой, и тот человек для нас неприятен. И наоборот, если человек выражает такое мудрое, спокойное отношение к нашим эмоциям, да, признает право на эмоции, это очень важно, да, то, собственно, такой человек для нас приятен, он приятный партнер, приятный собеседник, и мы, в общем-то, с удовольствием будем с ним иметь дело. Ну, разумеется, если это не противоречит нашим интересам. Тут очень важный момент, да. Понимаете, то, что наше предложение должно быть хорошим, это, грубо говоря, в знаменателе, да, это основа любых переговоров. Понятно, что мы должны на рынок выводить тот продукт, который решает вопросы клиента. Но вы наверняка сталкивались, что даже самые выгодные предложения, которые действительно учитывают интересы клиента, клиентам почему-то отвергаются. Правда? Поэтому речь не идет о том, как продать плохой продукт. Плохому продукту не место в портфолио хорошей компании. Если вы хотите вести себя, быть на рынке лидером, если вы хотите уметь вести переговоры, то есть наличие хорошего продукта, хорошего означает нацеленного на какую-то аудиторию и учитывающего интересы этой аудитории, да, конкурентного по своим параметрам, это основа основ. Но имея это, вы, грубо говоря, опять имеете необходимо, но недостаточно. То есть хороший продукт, качественный продукт, достойный продукт иметь необходимо, но это даже не полдела. Когда-то на заре веселых девяностых, когда бизнес в России только начинался, тогда еще в Советском Союзе, иметь вообще любой продукт, это был успех. Ну, в условиях тотального дефицита, любое наличие хоть чего-то уже обеспечивало человеку добавочную стоимость, прибавочную какую-то прибыль. Потом, по мере развития конкуренции, прибыль обеспечивала наличие хорошего продукта, иногда плохого, но уже по мере выравнивания стандартов качества, тот, кто имел хороший продукт, зарабатывал больше, чем тот, кто имел плохой продукт. Ну, а конкуренция предполагает, что все имеют хороший продукт. И конкуренция происходит между продуктами достойного качества, разумных цен, нормальной рекламной поддержки. А если это не так в вашем сегменте, то значит это скоро наступит радостное время. Поэтому наличие нормального продукта само собой. Но помните про эмоции клиента, если вы будете неправильно с ними.